Хей, всем привет! Я решил попробовать новый формат и порассказывать стори таймы, которые точно не попадут на наш общий канал, но которые в целом довольно интересно слушать, по моему субъективному мнению, конечно же. Скажите, что думаете? Потому что я уже кучу раз говорила, я обожаю болтать на разные темы, так что мне не важно, о чем будет мой канал вообще, так что... Если этот формат зайдет, естественно, стори таймы будет больше. Ну а теперь погнали. Под видосом про мой буллинг в школе люди спрашивали, эй, у меня есть что, наушник сломался, Брис не слышно? А, стоп, это не тот вопрос. Упс. Где ты училась, что у вас была своя форма? У нас такого нет. Я часто меняла школу, так уж вышло. Первый-третий класс я была в первой школе, четвертый в другой, пятый-девятый в третий и вот та самая, десятый-одиннадцатый класс. Школа с личной формой. Ушла я после детства, потому что та школа, точнее, то было и гимназии, но не суть. Просто ужасно, на самом деле. Учителя давили из учеников просто полный максимум, и если ты не был каким-то гением, то все заканчивалось очень плохо. Оттуда ушло очень много людей на тот момент, и я была одним из этих несчастных. Мои родители, правда, это поздно заметили и поняли, что как бы мои оценки скатились, хотя я вроде как учусь. Но не суть. Выбор был в округе небольшой, поэтому выбрали школу, та, что была рядом. А там было всего два десятых-одиннадцатых класса, в то время как в обычных школах их под три-четыре. И первый был с уклоном в математику. А в математике, чтобы вы понимали, я просто обезьяна. Но как так вышло, вообще отдельная тема для разговора может быть в следующий раз. А вот второй класс был с уклоном в правовую сферу. Сейчас я объясню, что это значит для людей, которые не шарят. Эта школа затрудничала с нашей местной академией МВД, и нашему классу поступить туда было проще. Ну, то есть мы как бы учились на милиционеров, военных, криминалистов и всех тех, кто связан с правовой сферой. То есть технически нет, мы учились в обычной школе. Но еще раз говорю, благодаря этому проще было поступить на определенные профессии. Я вообще никуда не собиралась из этого списка. Я хотела быть на тот момент лингвистом, переводчиком или кем-то таким. Но выбора у меня и вообще не было, потому что школ в нашей округе мало. И была рядом еще одна, там учились какие-то наркоманы, бомжи, в общем. Люди бедные, и ходила у этой школы очень плохая репутация. Естественно, родители мне не хотели туда отдавать. Итак, форма. Это самое смешное здесь, по-моему. Форму в школе обязаны были носить только правовые классы. А их было как раз всего два, это десятый и одиннадцатый. Пока все выглядят как люди. Ходили в джинсах, в ярких майках. У нас там не было никаких правил. Только мы были обязаны ходить в этой форме. Честно говоря, в первое время было, ну, очень стрёмно. Все пялились на нас, особенно, большеклассники. В автобусах все бабули тоже обращали на нас внимание. Алкаши со двора вообще троллили. Ой, кошмар какой-то. Форму покупали родители со своего кармана. То есть, еще перед поступлением они подписывали документы, что купят ее. Иначе бы нас выгнали нафиг. Шилась она на заказ по индивидуальным меркам. Ну, и стоила, естественно, соответствующе. Форма состояла из пиджака, который в жару можно было не носить. Но это особо не спасало ситуации. Потому что форма сама по себе была теплой. Она была рассчитана и на зиму, и на лето. Не знаю, как так вышло. Было две рубашки. Одна белая для выхода в свет и для мероприятий. Вторая голубая для школы. Ну, юбки у девочки, штаны у мальчика. Девочки могли себе пошить штаны, но за это шла отдельная плата. Поэтому, насколько я знаю, во всей параллели только было две девочки, которые зимой носили штаны. Все остальные предпочли сэкономить. И да, штаны были просто отвратительными на вид. Так что я тоже вырзла всю свою зиму. Ходила в теплых колготках. Ну, еще, кстати, был галстук. Его носили абсолютно все. Без формы в школу было тупо запрещено проходить. Конечно, если у тебя уважительная причина, то ты мог прийти без формы. Но если в форме все в порядке, возвращайся домой. Лично мне было обидно, что младшие бегают в джинсах, а мы как лохи на подборте. Это выглядело действительно странно, когда вся школа выглядит как хочет, но только два в старших класса почему-то должны были выглядеть вот так. Я вообще не понимаю, школа не была с уклоном во что-то. Как там оказался этот правовой класс? Ну ладно. На физре, кстати, в этой форме было особенно тяжело. Ладно, конечно, мы не занимались в ней. Но после урока лезть потными в эту рубашку и форму, которая, еще раз повторю, была очень теплой, вообще было очень тяжело. А еще она очень быстро мялась. Это же рубашки и юбки. И просто кидать ее на скамеечки было нельзя. Если вы шли на физкультуру, нужно было тащить с собой вешал. Но эта проблема вошла меня стороной. Я не занималась на физкультуре вообще никогда. Было же, конечно, время. Пожалуй, это сейчас забавно вспоминать. Но, все же, своя форма это не всегда прикольно. Кстати, форма осталась у меня. Она до сих пор висит в моем шкафу. Делать с ней нечего. Только один вариант. Продать новому 10 классу форму. Но из-за того, что все мерки индивидуальные, тяжело подбирать. Поэтому она осталась как память. Все равно за нее деньги уже уплачены. В общем, как-то так. Я абсолютно случайно оказалась в школе, у которой есть своя личная форма. Хотя находилась я постоянно рядом с ней. И никогда не замечала, что вокруг меня ходят такие дети. Это довольно странно. Но в то же время икольно. Если вам интересно, я как-нибудь расскажу о мероприятиях, которые устраивала наша школа для нас. Потому что мы были обязаны ходить на них, как правовой класс. Мы очень-очень часто ездили в МВД. И нас готовили, естественно, туда поступать. И я даже пыталась туда поступить. Но это еще... Это отдельная история. Если вам интересно такое, то напишите. Я обязательно еще что-нибудь расскажу про свою школу. Спасибо за просмотр. Ребята, у которых в школе тоже была форума. Делитесь, откуда она у вас. Может быть, вы из частных школ. Потому что наша школа не была частной. Интересно, как еще такое бывает. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чекайте наш общий канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok